друзья всем привет меня зовут ольга прилуцкая это канал о вязании сегодняшнем видео мы вместе с вами будем красить пряжу в микроволновке самый простой способ окрашивания если вам это интересно то пожалуйста оставайтесь со мной перед началом процесса я расскажу что я сегодня использую сегодня буду окрашивать пряжу alize lana gold fine здесь 49 процентов шерсти остальное акрил по метражу пряжа вполне подходит для вязания носков потому что здесь 390 метров 100 граммах красители в качестве красителей сегодня будут выступать вот такие акриловые краски по ткани здесь 6 штук это фирма невская палитра я буду сегодня использовать из этой палитры желтый и красный оттенок также у меня есть вот такой набор пасхальный это пищевые красители их я уже тоже использовала в окрашивании и из этого набора я сегодня буду использовать вот голубой он такой синий оттенок также возможно мы будем делать крапинки по ткани по пряжи для крапинок я буду использовать еще один краситель я вам сейчас его покажу это вот такой краситель для шерсти полиамида оттенок фиолетовый если вам интересна тема окрашивания пряжи то на моем канале есть плейлист где я уже показывала как окрашивала пряжу в банке а также горячим способом на плите во всех этих видео также принимали участие данные красители кроме всего того что вы сейчас видите на экране нам понадобится 9 процентный уксус естественно вода поверхность хорошо застеленная я сейчас ее буду подготавливать а также небольшая пластиковая емкость в которую поместится такая пасмочка чтобы запекать пряжу в микроволновке пряжа предварительно у меня перемотана в пасму пасма перехвачена в четырех местах вот таким образом ниткой это пряжа янар джинс вот эта розовая которой я перевязываю пряжу обычно я использую ее любую другую нить ну не совсем контрастного цвета вы можете использовать чем больше в этой нити синтетики тем меньше вероятность того что она окрасит каким-то образом повлияет на вашу пряжу я рабочую поверхность покрыла ненужным кусочком картона и застелила пищевой пленкой также приготовила полстакана раствора уксуса здесь одна столовая ложка девяти процентного уксуса на пол стакана воды вот такая у меня небольшая пластиковая емкость она довольно таки старенькая не нужно если тут что-то окраситься страшного ничего нет у меня вот такой рулончик пищевой пленки кусок от нее нам еще понадобится моя пасмочка пряжи сейчас все это время мокла просто в теплой водичке в ванной в тазике чтобы она пропиталась водой сейчас я пойду ее отожму и мы начнем с ней работать вот моя пасмочка я ее отжала она прям такая хорошо влажная но с нее не течет вот таким образом теперь буду готовить красители приготовила три вот таких емкости ненужные одноразовые но я их использую уже несколько раз них я буду разводить красители чайная ложечка просто наливая водички наверно миллилитров по 30 сюда никаких четких пропорций сколько воды а сколько краски у меня нет таким образом я окрашивала все свои пряжицы я просто набираю краску на кончик ложки и развожу ее стаканчики так надо быть осторожной чтобы у меня стаканчик стаканчик не рухнул размешиваю размешиваю до того момента пока вся краска не растворится на готове у вас могут мыть бумажные салфетки или кусочки ненужной ткани чтобы протереть ложечку если она вот так же как у меня капризничает такая вот она резная и на ней все таки остаются следы красочки я просто вот так бумажной салфеткой это все счищаю таким же образом я развожу краску номер два красного цвета если у вас дома есть резиновые перчатки приветствую если вы будете их использовать я вот уже немного испачкала руки желтом цвете думаю что страшного ничего нет вот красный цвет у меня так же протираю все салфеточкой пачкаюсь немножко красном цвете сейчас у меня пищевой краситель пищевой краситель тут тоже никаких пропорций нет достаю пакетик и слегка притрушиваю сюда вот таким образом у меня еще остается на следующее окрашивание тоже размешиваю ложкой красители я отставляю сторону беру форму застилаю ее пищевой пленкой разматываю с запасом помещаю по пленке свою пасмочку смотрю чтобы вот так сюда и так сюда пленочка была чтобы пасма лежала вот так в ней я перевесила камеру чуть чуть повыше чтобы ложка с пряжей была видна полностью и одела перчатки повторюсь если их у вас нет ничего страшного вы можете использовать либо целлофановые пакетики либо тот же кусок от пищевой пленки дальше процесс чисто творческий как вы будете распределять эту краску по данной пасмочке здесь вообще правильного и неправильного ничего нет я беру в руки один цвет и начинаю проливать его просто на пасмочку так как так как мне это нравится так как мне это интересно где это хочу видеть сейчас я предсказать результат окрашивания не могу как это получится я не знаю потом беру краску другого цвета распределяю таким образом беру краску третьего цвета проливаю еще в тех местах где мне кажется что это будет уместно вот таким образом я распределяю свою красочку теперь с помощью перчаток я могу это все пожамкать распределить можно этого и не делать я ну вот просто буквально слегка слегонца помну помну в нескольких местах причем наверное постараюсь сделать так чтобы не перенести эту желтую краску туда-сюда другой перчаткой я промну участки с синей краской вот как-то так теперь я беру уксус и начинаю с помощью ложки всю эту поверхность проливать уксусом стараясь распределять уксус равномерно так я все свое сдержимое стакана здесь наверное около 120 миллилитров распределяю по поверхности своего окрашивания своей пасмочки теперь мне нужно будет законсервировать ее то есть закрыть ее пищевой пленкой перчатки наверное сниму сейчас они мне особенно не нужны я закрываю с этой стороны вот этим кусочком пищевой пленки который у меня остался вот так с этой стороны отрезаю пленочку с запасом конечно я не могу сделать это в кадре потому что отрезаю ее на довольно таки приличном расстоянии поднимаю этот кусок и заворачиваю стараясь завернуть всю нашу пасмочку в этот кусочек пищевой пленки вот как-то так сейчас мы идем к микроволновке я поставила чашку в микроволновку сейчас я накрою ее сверху пластиковым колпаком и буду включать я буду включать на режим пятерка это у меня полная мощность вы смотрите какая у вас полная мощность всего я буду использовать по времени примерно 2 минуты но каждые 20 секунд я буду приоткрывать дверцу микроволновки и проветривать ее на несколько секунд и так 2 минуты но каждые 20 секунд я буду открывать дверцу вот я накрыла колпаком процесс закончен я снимаю крышку достаю содержимое сейчас потрогаю рукой ну горячо скрою ножницами упаковку я наверное выключу камеру чтобы мне не повредить пряжу ну хотя вот я подцепила вроде бы только только пластик таким образом я сейчас ее сниму вот вот как выглядит наша пряжица там она горячая я сейчас кидаю ее в раковину на кухне в металлическую буду полоскать там не в ванной потому что в ванной я боюсь что она мне может окрасить ванну мы с вами красим пряжу полушерстяную ванна gold fine поэтому красители пряжу где много синтетики берут не очень хорошо лучше всего окрашивается конечно чисто шерстяная пряжа или пряжа где шерсти около 70% у нас шерсти всего 49% поэтому рассчитывать на яркие краски нам не приходится то что вы сейчас видите на экране краска подсмоется и такого яркого у нас окрашивания не получится я сейчас отправляюсь полоскать а потом покажу вам что мне получилось друзья вот что получилось я специально опустила камеру очень низко чтобы вы смогли просмотреть все переливы цвета сейчас поперебираем эту пасму это так сказать приближение крупным планом пряжа уже подсохшая она практически сухая ну вот если я вот так вот ее сожму то чуть-чуть еще внутри чувствуется влага но практически она уже сухая посмотрите есть и ярко-бирюзовый нежно-голубой желтый персиковый оттенок немножко даже что-то с фиолетовым мы с вами забыли сделать крапушки точнее говоря это я забыла сделать крапушки но я не жалею нисколько потому что мне кажется что эти крапинки здесь дали бы эффект такой небольшой грязи а так все очень даже прелестно вот еще такой розовый персиковый оттенок желтый зелень очень красивая снова желтый розовый мы вернулись к ярко-голубому оттенку немного сиреневого в общем пасма получилась прелестная я сейчас камеру сделаю чуть повыше мы еще с вами немного поговорим вот я перенесла камеру чуть повыше результатом очень довольна мне кажется носочки будут просто замечательные и несмотря на то что я не получила ярких насыщенных цветов как это было у меня в предыдущих моих окрашиваниях где шерсти было в пряже минимум 70 процентов я вам сейчас покажу фотографии этих окрашиваний но тем не менее такая расцветка тоже мне очень нравится здесь можно связать носочки как только из этой пряжи так и добавить однотонные нити допустим на мысок пятку резинку где-то вот в этих местах беря какой-то тон из уже имеющегося то есть можно использовать остатки пряжи если я найду у себя что-то персиковое бирюзовое зеленое в остатках это можно будет использовать на резинке пятки мыски таких носочков будет просто очень замечательно вообще окрашивание пряжи процесс очень творческий и можно сказать в некоторой степени непредсказуемый но я думаю что в следующий раз мы попробуем с вами сделать один из предсказуемых вариантов и попробуем покрасить пряжу с переходом то есть с четким переходом цвета от одного оттенка в другой я расскажу как приготовить красители как их смешать и как распределить а так же сделаем может быть два варианта горячим не совсем горячим способом ну в общем у меня задумок еще по окрашиванию пряжи очень много если вам эта тема интересна то пожалуйста подписывайтесь на меня подписывайтесь на плейлист крашу пряжу будем красить будем творить на этом все друзья чем я хотела бы с вами сегодня поделиться просто очень надеюсь что была вам чем-то полезно и интересно как всегда буду рада вашим лайкам и дизлайкам пишите комментарии всем обязательно отвечу всем пока-пока с вами была Ольга Прилудская до новых встреч пока-пока